Чуть больше 12 тысяч заболевших у РВИ и 8 случаев гриппа. Ситуацию с заболеваемостью на сегодня специалисты оценивают как стабильную. Эпидпорог превышен незначительно. Чаще болеют школьники. Но расслабляться не стоит, говорят медики. Ситуация может измениться уже в январе. Заболеваемость в основном держится за счет возрастной группы от 15 лет и старше. Это на 3,8%. Превышение идет по всем остальным группам. Превышение от пидпорогов не отмечается. Что касается города Вологды, то по городу Вологде превышение пидпорога на 4,8%. Это тоже незначительное превышение. Но также нет превышения ни в одной возрастной группе практически. Циркуляция на сегодняшний день вирусы не гриппозные теологии. И отмечается уже, как бы и повышается циркуляция вируса гриппа H3N2, то есть гонконгский грипп, который нам и обещали. За прошлую неделю было выделено 8 случаев вируса гриппа. У нас на сегодняшний день в области только в 5 территориях идет превышение областного уровня заболеваемости. Поэтому там, где есть заболеваемость, там проводятся противоэпидемические мероприятия в детских, дошкольных, образовательных учреждениях. И вот на сегодняшний день приостановлен учебный процесс в 25 классах. Это в 8 школах. Мы еще только входим в сезон. В основном вся заболеваемость должна быть в январе месяце, по прогнозам. А сейчас мы пока еще не так, как другие территории, где уже во всю идет подъем заболеваемости. Простые правила – это соблюдать больше, быть на свежем воздухе. Это все такие вот самые простые. Мыть руки, не трогать нос, рот руками, если они грязные. Пользоваться одноразовыми платками. Если ты заболел, вызывать врача. И обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Стараться как бы не контактировать с больными. Продолжение следует... Продолжение следует...